Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в поселке имени Габидена Мустафина. А вот в селах Доскей, Уштобе и на станции Нура возведут новые школы. Аким области в рамках рабочей поездки по региону посетил ряд социально значимых объектов района и заслушал отчеты чиновников на местах. Подробности расскажет Антон Александров. Уже в следующем году здесь состоится открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Рассчитан он на 320 зрительских мест и потребует 1,3 миллиарда тенге вложений. Аким область ознакомился с ходом ведения строительных работ и побеседовал с подрядчиком. Согласно проекта, спорткомплекс предусматривает отдельный зал для борьбы, основной спортивный зал и административные два блока, где будут располагаться тренажерный зал, кабинеты массажа и большой конференц-зал. На сегодняшний момент закончены земляные работы, получается произведено устройство фундамента, вышли колоннами на первый этаж. Также смонтированы фундаменты под модульную котельную, под КТП, септик. Также в поселке имени Габидена Мустафина ведут ремонт моста. Он позволит сократить путь до Тимиртау в несколько раз. Предусмотрено будет автомобильное и пешеходное движение. Между тем, в поселке Доскей Бухожираловского района восстановят 90 квартир. Уже есть проектная документация с заключением госэкспертизы на капитальный ремонт двух пятиэтажек. Документы для еще одной сейчас разрабатывают. Датчик цвета, два больших мотора, средний мотор и ЭВА-3 модуль. Акимы области продемонстрировали свои успехи школьники из Центра дополнительного образования Рухонияд. К слову, в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в селах Доскей, Уштобей, на станции Нура, в этом году начнут строительство новых учебных заведений на 300 мест каждое. А вот Общеобразовательная школа имени Юрия Гагарина в поселке Батакара нуждается в ремонте. Здание построили в 1976 году. Здесь необходимо заменить все сети, а также провести благоустройство прилегающей территории. По словам Акима района, капитальные ремонты запланировано провести в средней школе села Доскей и в детском саду Балдаурен поселка Батакара, а также завершить возведение учебного заведения на 150 мест в селе Новостройка. У вас наибольшая доля сельских населенных пунктов с потенциалом развития. Это 16 опорных, так да? Да. И 30 спутников, и в общем количестве 67 СМП. Я ранее на аппаратное совещание уже получал, когда будет бюджетные заявки на 2024 год, в честь комплексный подход по реализации проекта ООН и Бусиле. В этом году в Бухожираусском районе продолжат ремонт водопроводных сетей и завершат эту работу в селах Су-Ксу, Торт-Кольси, Мизбуга и Ульга. К тому же выделены деньги на ремонт 50 километров подъездных путей и внутрипоселковых дорог в 15 населенных пунктах.